Так, мы продолжаем наш тренинг по специальному иммунальному массажу и иммунальной терапии. И сейчас мы проходим в элемент скруток. Скрутки часто используются для поясницы и для шеи. Это там, где лордоз поясничный и шейный, потому что тут они не закреплены ребрами, поэтому мы их поворачиваем. На кифозе грудного отдела в основном здесь идет давление в тело человека. Ну, шею, помните, мы делали вот так вот, стягивали по диагонали, да, скрутка была. С поясницами и с ребрами у нас была небольшая скрутка, когда мы вот растягивали по диагонали в противоположную сторону, да, и продавливали человека. А теперь конкретно обратим внимание на нижний отдел позвоночника, да, L3, L4, L5, вот эти вот позвонки. Для этого повернем человека на бок, вот на этот бочок ложитесь на левый, то бишь лицом ко мне. Еле прием делают все практически и даже не обращают внимания, как они его делают. Ну, какого-то, вот так вот, да. Это не берут за таз и за плечо. Единственное, что не берите сюда вот прямо, да, чтобы сюда не давить тут болевые точки. Пошире как-то руку ставьте и желательно, чтобы грудной отдел тоже затронулся, иначе так просто лопаткой будет двигаться, да, а то все-таки за ребра мы тянем. Рисотка в положенную сторону. Также растянули тракцию, да, дошли до преднапряжения, потом пару толчков и на выдохе, фу, толкнули. Следующий способ усиливать эту формулу мы должны вытащить плечо из-под головы человека, да, голова уже там лежит. Плечи уже видите, развернулись. То есть, дополнительно можно ногу снять с ноги и повесить вот сюда, то есть она уже висит, под собственным весом тянется, да, чувствуется, да, то есть не стянется. Можно дополнительно добавить движение своей ноги, то есть в момент вращения ногу еще дополнительно. Здесь давим, соответственно, вот в эту косточку, которая вот, ямочка, да, на дне, вот эта вот кость начинается, вот. В нее давим своей косточкой вот этой, точнее, не давим, а толкаем так, чтобы повернуть вверх и назад. Вот так зацепились, и вот так развернулись. Вот, соответственно, вот я зацепился, да, а здесь, ну, либо рукой, ладонью, да, либо предплечем. Чтобы увеличить поворот, можно руку еще назад забросить. Вот, видите, какое движение мощнее будет. О, и у нас щелкнуло. Кстати, в данном случае щелкнуло не конкретно позвонок, а подвздошно-поясничное вот это вот состояние. Здесь щелкнуло, да? Ну, по-моему, ниже. А, даже ниже, да? Даже вот сошедение с крестцом щелкнуло, до чего мы дошли. Это зависит от поворота вот этого угла. Сейчас угол, видите, практически прямой. Чем выше вы поднимаете ногу, тем ниже будет водительство здесь. Чем ниже опускаете, тем выше воздействие будет на верхний поясничный отдел, да? Ногу желательно держать прямой, нижнюю, да? Вот, смотрите, например, вот так вот я положу ногу, да? И будет водительство примерно D12L1. Вот примерно здесь. L1, L2. Где-то вот на этих подвенках. Сейчас я не растяну, опять. Поскольку я на них водительство, да, мне уже нет смысла сюда руку давить. Я уже руку давлю сюда, а здесь уже бедро. Толкаю бедро. Можно локтями. Двумя локтями. Раз, тряханул. Следующий способ, да? Уже какой? Третий. Усиливаем эту формулу. Человек лежит, нога прямо. Эта нога под 90 градусов. Мы залазим на стол. Ну, либо на полу это удобно делать. Наши ноги находятся возле его таза. Таким образом, мы соблюдаем угол, да? Чтобы нога не ушла на тыла. И за счет наших грудных мышц у нас получится вот такое резкое движение. Опять бедную клетку в таз. Раз. Протолкнуть. И, наконец, четвертый способ. Дайдем четвертый способ. Усиливаем эту формулу тем, что нога висит, прямоугл соблюден. Эту ногу мы зацепляем за стол. Попытайтесь не зацепиться. Даже если она немножко согнутся. Да, потянется туда. Не так-то страшно. Усиливаем тем, что вытащили плечо. И он своей рукой поддерживает коленку, чтобы создал звук. Далее. Разворачиваем голову дополнительно в противоположную сторону. И чтобы увеличить мобильность, у нас есть такой в организме балочок, так скажем. Когда мы не доворачиваем до конца. Но если мы глазами поверем дальше, то у нас получится поворота чуть больше. Надо смотреть сюда. А чтобы он туда смотрел, я иногда подсказываю человеку. Бери и ставь лайк. Вот такой. И на свой собственный лайк себе любимому смотри. И наслаждайся его. Ну и нам тоже. Всем лайки. Кто нас смотрит, тоже не забывайте ставить лайки, лайки, лайки. Я жду внизу этого видеоролика минимум 1000 лайков. 1001 дам приз. Об этом расскажу в следующем видео. И мы смотрите, как еще усиливаем форму. Тем, что мы давим опять вот в эту косточку поясничную, подвздошную. Снизу вверх у нас давление идет. И подегонали вот туда. То есть мы сюда расстегиваем с дегонали, чтобы была декомпрессия. За счет того, что у меня рука упирается в животный в ртах. То есть я тазом. Тазом будет толкать. Снимал уже с той стороны. Вот и присел. Уперся тазом. А эту руку, смотрите, по всей грудной клетке, как ремень безопасности в автомобиле. Чтобы не было давления в болевую точку. Мышцы бывают перетянуты. Соответственно, если женщина, то между двух грудей пропускаем руку аккуратненько. И вот так же. Скусили? Уже хрустом. И потом. Резкий толщик с две стороны. Это уже хрустом. Да, поднимайте. Это хрустом уже примерно крестово-поясничное сочинение здесь. Идем выше. Как я говорил, грудно, поясничный переход. Отпускаем ногу. Чуть увеличиваем. И толкаем уже в бедро. А не в таз, да? В бедро. А здесь вот так руку поддеваем. То есть была вот так. Теперь вот так за рёбра. За нижние рёбра, да? Вспоминаем, что у нас рёбра идут по диагонали вниз. Вот обратите внимание на скелет. Как раз мы своей рукой вот так вот рёбра держим по диагонали, да? Докручивая вот именно. Посмотрите, куда они целятся. Вот именно вот сюда. Нижний отдел. Грудной, да? И верхний поясничный. Вот поэтому вдоль рёбра вот положили руку. Вот в чём секрет. И раскачали. Ужас. Толкнули. Не, сидя тоже, сидя тоже в другом видеоролике. Сейчас придётся на пол сесть. Стол оттащим туда, в сторону. Да? Правила терусанка. Нижняя нога прямая, по прямее. Здесь соблюдаем уголь повыше, да? Плечо вытащили из-под головы. Вот так. Эту руку, ну, нам она не важна. Можно сбросить её. А вот эта рука нужна. Давайте руку. Подвергаемся. Здравствуйте. А сами упираемся в тазовую кость. Именно тазовую. Не бедро. А в таз пониже, где вот эта вот наша кресловая косточка, да? Голову опустите, расслабились. Вот. И полигонали. Растянули, растянули. И толчок. Попробуйте. Было? Нет, нормально. Хорошо, да? Просто ногой у вас получается сильнее удар. Именно пятка. Старайтесь вот здесь сюда, пяткой сюда попасть. Или вот эту руку возьмем. Можно попробовать из-за эту руку. Попробуйте ей так-то так. За счет того, что он уже повернулся больше. Вот такой вот мегрифляционный толчок. Ну, давайте, друзья, отработаем все это сейчас на живой натуре. Куда я толкал, вы понимаете, да? Вот в эту кость пяткой попирался. Старайтесь, по крайней мере. В следующем видеоролике мы посмотрим, как по истечную моделью вправить сколироз тоже в такой же позе, лежа на боку, на скрутках. До новых встреч, дорогие друзья. Не забудьте к нам подписаться и прийти на тренинг. Продолжение следует... Продолжение следует...